Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами столкнемся с тем, что Запад будет выражать свое крайнее недовольство, что отразится на поставках оружия. Вот, собственно, и все. Я думаю, что это единственная конечная цель всех этих заявлений. Ну вот, также Пригожин говорит, что ранее он якобы придерживался каким-то принципам гуманизма и держал пленных в хороших условиях. Вот в целости и сохранности их передавал. Перед этим еще лечил. Скажите, а вам что-то известно? В каком действительно состоянии, в каких условиях содержались пленные, которые шли в плен к Чевака Вагнера? Ну, знаете, по-разному. Все, что говорит Пригожин, на 50% правду, на 50% нет. И так это совсем абсолютно. И что с выплатами бойца, моих родственникам, их похоронными? И с этим то же самое. Половина этого правда, половина нет. То есть пленные и расстреливались, и не брались. И в то же время мы видели прекрасно картинки, видео, где Пригожин передает пленных, военно-пленных, дальше по этапу. И где он их допрашивает, где он с ними беседует. Это тоже было. Здесь нет окончательной правды. Здесь 50 на 50. А сейчас его дело одно. Прежде всего, довести, вывести из себя украинскую сторону, украинских бойцов, и спровоцировать их на жестокость. После отстранения от вербовки в колониях, Пригожин пытается вербовать добровольцев. Насколько успешно у него это получается? И мешает ли в этом процессе репутация ЧВК с теми самыми кувалдами и другими громкими скандалами? Ну, разумеется, внесудебные казни всегда отвращают от попыток туда звербоваться. Но, вы знаете, например, после того, как в ноябре, в декабре прошлого года полностью прекратился поток желающих приплочивых кувалдов после внесудебных казней, Пригожин показал первые 20 человек, которые были освобождены, помилованы, вышли на волю и так далее. И это сыграло свою роль. И многие снова пошли, увеличился снова у него поток желающих. И, в общем-то, его выкинули из зон с 1 февраля этого года на росте, на росте желающих туда звербоваться. Несмотря на то, что спад был очень серьезный практически до нуля в декабре. И здесь то же самое. То есть его рассказы о внесудебных казнях, рассказы о жестокостях, они, конечно, отвращают. Но, с другой стороны, я не знаю, найдутся ли такие наивные люди, которые бы поверили в то, что у него служит сын Пескова. И, насколько я знаю, на таких же условиях служат дети губернаторов. Никита Кожемяков, сын Приморского губернатора, тоже вроде бы показывает всем документ, что он там полгода служил. Но это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Все эти люди отсиживаются. Сын Пескова даже не отсиживается в разных местах. И нигде, конечно, не воюет. Ни под какими никнеймами, ни под чем. Но наивные люди, какие-то глубинные, могут в это поверить. Хотя я не думаю, что такие еще остаются. Вот как раз насчет сына Пескова. А что тогда значит его, это якобы служба в ЧВК? Для чего она нужна? Это такого рода пиар? Просто Пригожий нашел себе нового союзника в Кремле? Нет, я думаю, что он пытается найти нового союзника в Кремле. Потому что после этого заявления Пригожина, а что делает Пескова? Опровергать? Получается, что он посадил с собой Пескова насильно в одну лодку. Ну что ж, посмотрим, чем такое ищется. Ну и все же, насколько важно для Пригожина сейчас сохранить как-то свое влияние? Наверное, его даже немного приумножить. И как военная компания ему в этом способствует? Пригожин делает ошибку за ошибкой. И вряд ли ему удастся сейчас вернуться на свои былые позиции годичной давности. Даже если он сейчас возьмет Бахмут, там уже все-таки министерство обороны, там уже и другие ЧВК. И в конце концов, 10 месяцев попытка взять Бахмут, это все-таки слишком много. Да и какой ценой? Плюс ко всему, он явно совершенно перестал общаться с Путиным. Грей Путин с ним перестал общаться. И он пытается с ним переписываться в своих телеграм-каналах, что, в общем, тоже довольно странно. И вот сейчас такое насильственное привлечение Пескова к своему ЧВК, вообще-то это на самом деле ошибка. Потому что Песков не очень сильно привык, что над ним смеялись, а над ним сейчас смеются, конечно. Потому что вся эта история настолько вампука, что как-то странно участвовать вообще людям, имеющим хотя бы три извилины. Поэтому вряд ли. Единственное, что его, конечно, довольно сильно держат на плаву, это то, что он имеет все-таки много сторонников средневаргиналов. Говорят, сейчас он вербует в Крыму очень активно, пригожен, как говорят. Но это незаключенные в Крыму, все зоны довольно известные. Там они сейчас заняты в основном под украинских военнопленных. Во-вторых, и самое главное, что при продолжающемся притоке заключенных, которые уже заключают договор с Министерством обороны, или с другими ЧВК, типа Патриот, приезжающий Шойгу, с ними очень трудно справиться, ими нелегко командовать. Армейское командование это не умеет, а Пригожин умел. И, возможно, его снова призовут. Хотя, как мне кажется, что армейские команды готовы брать сотрудников в силу, но не возвращаться к Пригожину. Продолжение следует...